И это не единственный случай, когда после трагедии ситуация на опасном участке не меняется. Так, пешеходный переход на улице Омской, на котором в прошлом году, подскользнувшись, погиб 11-летний мальчик, этой зимой также в ненадлежащем состоянии. Налить на спуске к дороге, снежные валы, из-за которых не видно проезжей части и зачастую отсутствие освещения. Кто в ответе за пешеходные переходы и как их состояние может измениться в ближайшее время, расскажет мой коллега Данила Выжевский. Александр Копейкин до сих пор водит внучку в школу. Хотя идти до нее всего несколько минут. Но на пути опасный пешеходный переход. Подобраться к нему сложно даже взрослому человеку. Если здесь за спиной еще знаки висят, проблема к ним подойти, когда на рост снега бывает, что съезжаешь на проезжую часть. На Сарапятской вообще знаков нет. И таких переходов в городе десятки. От наледей и сугробов на зебрах страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. Причин, почему водитель может не увидеть пешехода даже на зебре, очень много. Это и неработающие фонари, и неубранные сугробы. Да часто даже бывает, что нет разметки. Поэтому спор, кто прав, наверное, никогда не за... Куда ты едешь? Куда ты идешь? И у пешеходов проблем не меньше. Переходы чистят плохо, много наледи. Одно неловкое движение, и можно попасть прямо под колеса. Так и произошло год назад. На переходе возле школы под колеса маршрутки попал десятилетний мальчик. Просто скатился с обочины, говорят очевидцы. Ребенок подскользнулся на тротуаре, и под колеса залез. У меня самого двое детей, такой же воздух. Меня просто сейчас колотит конкретно. Я не могу себя прийти еще. Как и год назад, этот переход по-прежнему занесен снегом. О трагедии напоминает только венок на столбе. Всего, только по официальным данным, в Омске около 150 пешеходных переходов, нуждающихся в очистке или вообще доработке. Уже более 240 пешеходных переходов обследовано. Выдано 136 предписаний на устранение выявленных недостатков. Кроме того, составлено уже 15 материалов за неисполнение данных предписаний. То есть эта работа проводится ежедневно. Самые распространенные нарушения – неправильная разметка, налить и плохое освещение. За невыполненное предписание чиновники должны будут заплатить штраф. 3000 рублей. Но директор департамента строительства заявил, особого внимания пешеходным переходам уделять не будут. Написано, от такой улицы до такой улицы сделать освещение. Пешеходных переходов как таковых в судебных решениях нет. Просто по улицам делается освещение. Естественно, если на ней есть пешеходный переход, мы его будем освещать. Его начальник вообще предпочел избежать разговора на эту тему. Возможно, именно из-за такого отношения к безопасности омичей, зебра по дороге к школе на третьей транспортной превратилась в заезд на парковку. Родители привозят детей, чтобы для удобства их поближе к школе заезжать через подзнаки пешеходные, обозначенные. И прямо на пешеходной зоне машины оставляют свои. То есть с детьми не пройти, дети одни уже теряются. Получается полоса препятствий своеобразная, чтобы человеку пройти к школе. Уже неудобства большие. Родители обращались и в ГИБДД, и в мэрию, но ситуация изменилась только, когда в проблему вмешались журналисты. Через два дня въезд перегородили забором, оставив проход пешеходам. Оказывается, обезопасить переходы можно. Ничто не запрещает оборудовать самые аварийные лежачими полицейскими. Или по-другому подойти к проблеме освещения. В Москве, например, в качестве эксперимента включают дополнительную подсветку. Теперь зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и сама опора. А в Омске полицейские советуют горожанам обязательно надевать одежду со светоотражающими элементами. Тогда шансы, что водители заметят их на дороге, будут немного выше. Данила Выжевский, Артак Мурадян, Дмитрий Головко и Александр Ибуха. Омск здесь.